В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Теннис большой – это хорошо. В Рязани подходит к завершению Куба Кремля. 50 оттенков белого. Молодые врачи о своей работе. В Рязань пришли два друга – мороз до вьюга. Снежные забавы и снежные проблемы в материалах наших корреспондентов. Сильный снегопад, начавшись еще на прошлой неделе, буквально парализовал движение в городе. За два дня в Рязани выпало рекордное количество осадков. Около сотни единиц техники, выдвинувшись на борьбу со стихией, не справлялись с ее напором. И если в центре дороги более-менее очищены от снега, то во дворах ситуация куда более плачевная. О капризах погоды в следующем сюжете. Уборка снега на дорогах Рязани происходит в круглосуточном режиме. Большая часть работ выполняется в ночное время суток, поскольку дороги в это время оказываются свободны от транспортных средств. За прошедшие сутки для уборки города было выделено более 120 единиц снегоуборочной техники. В результате было вывезено 6,5 тысяч кубометров снега. Для механизированной уборки города в учреждении имеется порядка 100 единиц специализированной техники. Для ручной уборки учреждение привлекает 185 рабочих по благоустройству. Рабочие по благоустройству убирают от снега дорожки в парках, скверах, тротуары и остановки общественного транспорта. Особое внимание мы сейчас обращаем на очистку пешеходных переходов для обеспечения доступа пешеходов на проезжую часть. Уборка снега в городе происходит в несколько этапов. В первую очередь выполняется очистка главных дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эти дороги уже свободны от снега и автомобилистам удобно по ним передвигаться. Что касается второстепенных дорог, на них еще остаются снежные завалы. Автомобилям приходится самим прокладывать свой путь. Но уже сейчас началась работа по уборке этих участков. Уборка второстепенных улиц, соответственно, осуществляется во вторую очередь. И поэтому вот есть несколько такая разница, но она преодолевается с небольшим промежутком времени. Заваленными снегом остаются и дворы жилых домов, за уборку которых горожане регулярно платят коммунальные взносы. Некоторые жильцы своими силами с помощью лопат расчищают подъезды своих домов. Другие обращаются в управляющие компании для выполнения теми своих обязательств. Вы вправе в дальнейшем требовать компенсации и морального вреда, и взыскания штрафа за нарушение добровольного порядка удовлетворения ваших требований. А добровольный порядок – это ваши претензии, к которым вы указываете, что вы недовольны качеством и безопасностью тех работ, за которые с вас взяли немалые деньги. Снежные завалы во дворах и придворовых территориях не только мешают людям ходить, они могут привести к нежелательным последствиям. Люди, перебираясь через сугробы, рискуют получить травмы, испортить свое имущество или одежду. В этих случаях рязанцы могут потребовать компенсацию ущерба у своей управляющей компании или у той организации, которая является ответственной за содержание той территории, на которой был причинен ущерб. В Рязани автовладельцы в дни снегопадов смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Снежный билет будет действовать при оранжевом уровне непогоды. Первым идею снежного билета реализовали в Риге. С 11 января по сегодняшний день рижские автомобилисты могут пользоваться общественным транспортом на безвозмездной основе. Эта мера предложена, чтобы снизить количество машин на дорогах, уменьшить риск ДТП и облегчить уборку снега. Инициативу госавтоинспекции поддержала администрация города Рязани. И автовладельцы уже начали пользоваться своей привилегией. Люди пользуются, особенно в утренний час пик. Значительное прибавление пассажиров. Изначально на автобусы было предусмотрено и на маршруты были поставлены автобусы. Особо большой вместимости для вмещения всех желающих. Совсем исправились, всех вывезли. Ожидаем теперь вечернего часа пика. Может быть, к прибавлению еще пассажиров мы готовы. Жители Рязани с пониманием отнеслись к предложению разгрузить дороги общего пользования. Ведь с сокращением количества машин уменьшается и вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Кроме того, это дает возможность снегоуборочной технике расчистить те места, где в обычные дни стоят припаркованные автомобили. Я бы даже сказала, что удобно. Пусть чуть дольше, но зато ты будешь спокойно, что ты доберешься, так сказать, и с комфортом, и безопасно. И где не застрянешь, да? Да. А вот чем еще может быть акция полезна вообще для города? Ну, я считаю, что если такая акция будет проходить как можно чаще, будет меньше машин на дорогах, соответственно, может быть, даже станут меньше заторы. И снегоуборочная техника сможет, естественно, упирать лучше и больше. Перед началом снегопада сотрудники госавтоинспекции разработали целый план мероприятий для безопасности водителей. И он уже дает свои плоды. В целях профилактики ДТП и безопасности дорожного движения, управлением госавтоинспекции, администрации города и области и МЧС были скоординированы совместные усилия по предотвращению ДТП. Сразу хочу сказать, эти усилия привели к тому, что на территории региона за прошедшие сутки ДТП с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано. Что касается водителей, отправляющихся за город, для них также разработан комплекс мер, который позволяет обеспечить им безопасность на дорогах. На дорогах Рязанской области было выставлено максимальное количество экипажей ДПС, максимальное количество сотрудников, несколько сотен единиц снегоуборочной техники. Совместно с подразделениями МЧС на федеральных трассах были развернуты пункты обогрева. Поскольку не все дороги города еще расчищены от снега и остается возможность выпадения новых осадков, Госавтоинспекция Рязанской области будет и дальше информировать граждан о том, насколько долго продлятся введенные в действие меры. Кроме того, сотрудники УГИБДД России по Рязанской области благодарят тех водителей, которые оставляют личный автотранспорт дома и передвигаются на общественном транспорте. В связи с большим количеством выпавших осадков в Рязани обострилась и дорожная обстановка. Некоторые, как правило, менее опытные водители к вождению к таким условиям оказались не готовы. Советы автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию на дороге, в нашем следующем сюжете. Колеса крутятся, а машина не едет. От такой вот неприятности девушки впадают в панику, а мужчины начинают нервничать. Но это пустяки, считает инструктор по контраварийному вождению. Любую аварийную ситуацию на дороге можно избежать, соблюдая ряд нехитрых правил. С утра, особенно в морозное время, выехали с парковки, едем медленно, не пытаемся газовать, лететь. Надо дать разогреться резине, чтобы резина прогрелась. Сцепление автомобиля с дороги зимой намного хуже, чем летом. Поэтому водителям необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы вовремя успеть затормозить. Перестраиваться в соседний ряд нужно очень плавно. И в целом зимой все движения и маневры водителей должны быть намного плавнее, чем в теплое время года. Кстати, наиболее непредсказуемо зимой ведут себя автомобили с полным приводом. Они легко могут уйти в боковое скольжение при нескоординированных действиях водителя. Управлять можно любым приводом. Самый сложный считается задний привод. Но задний привод самый, так сказать, предсказуемый. Если на переднем приводе надо при заходе в поворот на скользком покрытии давать газ, то на заднем приводе этого делать не надо абсолютно. Наоборот, надо газ сбрасывать. Большое внимание нужно уделять положению рук на руле. Обучение в школе контраварийного вождения как раз и начинается с выработки этой привычки. У нас водители любят вот так вот, да, держать руль. Вот, это называется метод доения. Вот. Похоже на что-то, да? Коровка. То есть руки должны находиться в секторе 10-2. Я свободно, вот, могу среагировать на ту и иную ситуацию. Да? Вот, пожалуйста. Потому что у меня и локти никуда не попадают. У меня и руки стоят там, где надо. От того, как водитель держит руки на руле и как просчитывает ситуацию на дороге, зависит его безопасность и безопасность окружающих. Ведь предугадать ситуацию намного проще, чем ее исправлять. Поэтому всем водителям рекомендуется регулярно освежать свои знания, особенно для управления автомобилем в зимнюю погоду. 13 января в России отмечали День печати. Его празднуют журналисты. Авторы сюжетов и статей, которые ежедневно освещают события нашего региона, получили региональные награды в правительстве Рязанской области. Отметили и нашу телекомпанию. Свой профессиональный праздник отмечают не только журналисты, но и все люди, относящиеся к прессе. Это и редакторы, и режиссеры монтажа, видеооператоры, фотографы, выпускающие и многие другие. Более полусотни представителей средств массовой информации со всей области сегодня отметили региональными наградами. Среди них были и сотрудники телекомпании «Город». Ваши читатели, зрители верят вам и относятся к вам с большим уважением. Мы с большим вниманием относимся к вашим материалам. Стараемся реагировать на информацию, которая затрагивает интересы людей. Сегодня здесь собрались профессионалы высокого уровня. У вас есть чему поучиться. А главное, что должны перенять в опытных метров начинающие журналисты, это четкая гражданская позиция и ответственность за слово. Какие бы события ни происходили в стране, журналист всегда узнает о них в числе первых. Если говорить о профессии локально, в масштабах города или области, то именно от работы средств массовой информации, от их ответственности и отдачи напрямую зависит то, какое впечатление сложится о регионе. Именно средства массовой информации привлекают внимание к проблемам, требующим решения, формируют общественное мнение. Вы не просто сообщаете важную информацию, но и представляете свои площадки для дискуссий, а также представление точек зрения во всем их многообразии участников различных процессов, как политических, так и экономических и общественных. Вам присуща честная гражданская позиция, неравнодушие к судьбам людей, верность лучшим традициям отечественной прессы. Уверен, что ваша компетентность и впредь будет являться залогом эффективного сотрудничества с органами законодательной и исполнительной власти различных органов. Работники печатных изданий и телевизионщики – это профессионалы слова. Именно их труды позволяют гражданам быть в курсе всех событий. В современных реалиях людей, которые считают День Печати своим профессиональным праздником, становится все больше. И сегодня мы принимаем поздравления и поздравляем в ответ своих коллег с наилучшими пожеланиями телекомпании «Город». 23 медработника Рязанской области могут стать миллионерами. В этом году врачам будут выплачивать по миллиону рублей. Конечно же, не все представители профессии смогут разбогатеть. Чтобы получить солидную сумму, врач должен уехать работать в область. Наш корреспондент пообщалась с молодым врачом и выяснила, что главным мотивом его переезда стало все же нежелание заработать, а призвание помогать людям. Рабочий день большинства людей начинается утром. Но иногда график может быть гибким, как, например, у заведующего хирургическим отделением Клепиковской районной больницы Алексея Малахова. Его рабочий день иногда начинается в 2 часа ночи или плавно становится продолжением предыдущего. День расписать невозможно. И представить, как будет проходить следующий день, практически нереально. И в этом, по сути, прелесть медицины. Потому что мы можем сейчас сидеть, совершенно спокойно разговаривать, и через минуту сорваться, и уже неизвестно, что дальше будет. Будет ли это операция, либо это тяжелые больные, реанимационные какие-то мероприятия, либо просто консультация. Но так или иначе, в любой момент все может кардинально перевернуться. Просто перевернуться с ног на голову. И тихо-мирное течение дня, так скажем, полномерная и плановая работа может сразу же превратиться в экстренное. Но это дает тонус. Пять лет назад Алексей приехал в Клепиковский район на практику. И это стало переломным моментом. Ему, студенту, тогда пришлось довольно быстро понять, каково это брать ответственность на себя и быть хирургом общего профиля. Если в областном центре в больницах существует четкое разделение общей хирургии, нейрохирургии, травматологическое, ожоговое отделение, то здесь, в районе, общий хирург занимается всем. От простой раны до черепно-мозговой травмы. Тогда, буквально за каких-то полтора месяца в сознании студента ординатуры и произошел тот самый перелом. Переход от сознания студента к сознанию врача, способного самостоятельно принимать решения. Уже после получения диплома Алексей решил остаться в Клепиковской больнице. А через пару лет ему предложили стать заведующим хирургическим отделением. Работа в районной больнице требует не просто способности принимать решения, а способности двигаться вперед, несмотря ни на что. Если в областной больнице ты всегда стоишь за спиной профессионалов, профессорского состава, таких опытных врачей, заведующих отделений, и уровень работы там выше, тяжести операций, а все это сопровождается, естественно, мыслительно, такой глобальной, вымыслительной работой, то здесь нет профессора, который тебя поведет вперед и покажет направление, куда двигаться. Здесь все эти направления надо выбирать самому. Алексею и его семье пришлось мириться со спецификой жизни в районе. Отсутствие каких-либо вариантов проведения досуга, конечно, восполняется свежим воздухом и красотой природы, но временами все же хочется найти выход своей энергии. Алексей признался, что с удовольствием походил бы в бассейн, которого в клепиках нет. Между тем, о своем выборе он совсем не жалеет. Молодые ребята сейчас, когда выходят в жизнь, встает вопрос карьеры. Карьерная лестница, вот достичь высот. Если бы не задали вопрос, кем ты хочешь быть, вообще, вот самый такой высокий уровень, который ты считаешь, я бы ответил очень просто, врач. По словам Алексея, работа в районе – колоссальный опыт, благодаря которому он – врач, получает навыки широкого спектра. К тому же сейчас молодой завотделением учится правильно общаться с пациентами, а это, по его словам, далеко не самая простая часть профессии. В Рязанской области из-за выезда на встречку происходит каждое девятое ДТП. Сотрудники автоинспекции не перестают напоминать автовладельцам быть внимательнее, тем более в нынешних погодных условиях. Об авариях, а также о других происшествиях в дайджесте Оксаны Тебенихиной. КОФ на этой неделе было предостаточно. Рекордное количество осадков, выпавших в регионе на этой неделе, стали причиной десятков дорожных происшествий. В Скопинском районе произошла трагедия. Выехавший на встречку КАМАЗ унес жизни двух пассажирок легкового автомобиля. В результате ДТП водитель Лады Гранты с травмой доставлен в медицинское учреждение. А еще две женщины-пассажиры 35 и 26 лет этого же автомобиля погибли на месте происшествия. Вечером 14 января в Рязани на 184-м километре автодороги М5 Урал водитель автомобиля Тойота при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Хюндай под управлением 38-летнего жителя Рязанского района. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили серьезные механические повреждения. А пассажиры автомобиля Хюндай 41-летняя женщина и ее 6-летний ребенок с травмами доставлены в медицинские учреждения. Оба водителя не пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Касимовские полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Жители Касимова обнаружили на улице города мужчину, который был в бессознательном состоянии. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи доставили мужчину в приемный покой Касимовской ЦРБ, где, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался. Исследование показало, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма и множественное повреждение внутренних органов. Травмы носили явно криминальный характер. О гибели мужчины сообщили в полицию. Оперативники уголовного розыска установили, что погибшему было всего 32 года. Оперативным путем удалось выяснить, что к нанесению травм пострадавшему может быть причастен 23-летний житель города. Сотрудники полиции установили, что молодой Касимовец был уже четырежды судим за преступление против личности. Чтобы задержать злоумышленника, который имеет такой богатый криминальный опыт, была разработана специальная полицейская операция. Сотрудники полиции задержали злоумышленника на улице, на окраине Касимова. Сотрудники отдела организации применения административного законодательства регулярно проводят рейды по пресечению нарушений правил торговли в розничной сети региона. В ходе рейдов в январе этого года в магазинах Рязани были выявлены факты сбыта продуктов питания с истекшим сроком годности. На нарушителей составлены административные протоколы. За последнее время участились случаи обращения граждан в МВД России по Рязанской области с жалобами на реализацию продукции в магазинах, торговых сетях с истекшими сроками годности. По данным обращениям сотрудниками полиции проводятся мероприятия, то есть сотрудники полиции выезжают на места, выявляют непосредственно нарушение реализации просроченной продукции, за что на директоров магазинов составляются административные протоколы, то есть налагается административный штраф. В выходные дни у силовиков работы не поубавится, рейдовые мероприятия будут продолжаться в том же режиме. Несмотря на то, что каникулы закончились, рязанцы продолжают радоваться зиме. В городе открыты катки, в парках проложили лыжню, работает биатлонная трасса. В общем, можно найти развлечение на любой вкус. Примечательно, что 15 минут активного времяпровождения на морозе равносильно часу занятий в тренажерном зале. О том, как в городе можно активно провести время, а также о мерах безопасности в зимний период расскажет Анна Герцовская. И дети, и взрослые умеют радоваться зиме и находить себе развлечение на любой вкус. В Рязани открыто около десятка лыжных трасс. На них регулярно тренируются как любители, так и профессионалы. Естественно, нравится. Просто, конечно, на лыжах уже стою не так уверенно, как в молодости. Но в любом случае катаюсь с удовольствием. И вы будете продолжать? Да, наверное, если погода будет, снегу уже не так много в этом. Просто попроедешься, настроение хорошее, свой чувство замечательное, здорово. Лыжи – это оптимальный вид спорта, который, помимо свежего воздуха, дает развитие всех групп мышц. Здесь и руки, и ноги, и вестибулярный аппарат. Вообще, лыжники – самый лучший народ и спортсмен. Рекомендую всем заниматься лыжным спортом. Среди всех лыжных трасс спортсмены выделяют биатлонный комплекс, но и за другими трассами также осуществляется качественный уход. Так что лыжня каждый день готова для тренировок. Для любителей катания на коньках в Рязани проделана очень большая работа. В эти дни открылся каток на стадионе ЦСКА. Ледовое покрытие является одним из самых лучших в городе. Этот каток действительно очень скользкий, поскольку каждый раз после его закрытия специалисты занимаются выравниванием льда. Для этого поверхность заливается горячей водой. Именно горячая вода выравнивает все неровности и царапины на льду. Среди катков популярными остаются площадки в Ледовом дворце и на стадионе Локомотив. Помимо приятных моментов, лыжи и коньки каждый год приносят горожанам различные травмы. И чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед занятием спортом нужно ознакомиться с техникой безопасности и использованием снаряжения, а также подготовиться к выходу на холод. Прежде чем выходить и заниматься спортом, надо обязательно разогреться. Должна быть удобная спортивная одежда, инвентарь, мундирование, то есть нормальные лыжи, нормальные коньки. Они должны подходить по ноге или нормально сидеть. Если неприятность все же произошла, с любой серьезной травмой нужно сразу же обратиться в службу экстренной помощи. Если человек упал на лыжне, сломал ногу, получил травму и чувствует, что он не может ни двигаться, ни ходить, то надо обязательно позвать на помощь, при возможности вызвать машину скорой помощи. Если нет такой возможности, то зафиксировать возможное место повреждения, то есть перелом различными фиксаторами, даже можно использовать подручные средства, такие как палки, такие как какие-то возможно картонки, ну и так далее. Главное, чтобы не двигалось поврежденное место. И по мере возможности приложить холод. Соблюдать технику безопасности нужно не только взрослым, но и подрастающему поколению. Ведь именно дети выполняют много резких движений, бегают и прыгают на льду, катаются на ледяных горках. Родители должны напоминать им о технике безопасности и присматривать за малышами. К примеру, при катании с ледяной горки детям нужно выдерживать промежутки, чтобы не врезаться друг в друга. Тогда и прогулки малышам будут приносить только радость и удовольствие. В Рязанской академии тенниса подходит к завершению первый крупный турнир Куба Кремля среди спортсменов до 15 лет, входящий в европейский юношеский тур. Соревнования проходят на высоком уровне и стали первыми в череде больших стартов, которые примет Рязань. Алексей Шостаков играет в теннис с 5 лет, сейчас ему 13. Он влюбился в этот вид спорта, глядя на свою старшую сестру, которая также занималась теннисом. Сейчас Алексей занимает первое место в Европе в рейтинге спортсменов своего возраста. Сам он из Севастополя и в этом турнире он вышел в финал. Тяжелый соперник был в полуфинале. Играли в трех сетах, я первый сет проиграл, но я собрался и подкорректировал свою игру, начал играть лучше и поэтому выиграл. Алексей выступал на турнирах во многих странах. Его кумиром является Роджер Федерер. Мне нравится игра Федерера, он очень хорошо передвигается по корту, великолепно бьет справа, играет у сетки, ну, просто великолепно передвигается, очень много шлемов выиграл, поэтому нравится его игра. Я всегда смотрел с восхищением, особенно, когда он играет на Мамбалдоне. Юный теннисист, как и великий спортсмен, хочет завоевать все кубки турниров большого шлема. Соперником Алексея в финале Кубка Кремля станет Алибек Кочемазов. Он приехал из Москвы с группой поддержки. Его кумиром также является Роджер Федерер. Кочемазов, как и его завтрашний соперник Алексей Шестаков, полюбил теннис, глядя на свою старшую сестру и начал играть в него с шести лет. В этом году успешно стартовал, выиграл первую категорию, вот сейчас, которая была в турнире и Александра Островского, теннисный турнир первой категории. Сейчас вот дошел до финала на Кубке Кремля. Будет играть с Шестаковым. Первая ракетка Европы. Этот мальчик, у них счет 1-1 по встречам, лично, по личным встречам. Ну, завтра такой момент, кто кого. В прошлом году Алибек мало участвовал в турнирах. Больше времени провел в тренировках и общефизических подготовках, чтобы получить результаты, начиная с этого сезона. В целом, турнир Кубка Кремля дает большие перспективы для его участников. Он является европейским и собирает спортсменов из многих стран. Турнир такого масштаба впервые проходит в Академии тенниса имени Николая Озерова. И, по мнению экспертов, премьера удалась. Это первый турнир, который вообще здесь проходит. И сразу же высшая категория европейского теннисного тура, турнир первой категории. И организаторы сделали все возможное, чтобы провести его на подобающем уровне, так как и проводится в Москве, Петербурге и других крупных городах, где уже не первый раз этим занимаются. В скором времени в Академии тенниса имени Николая Озерова пройдет еще ряд турниров, на которых соберутся лучшие спортсмены. Такого уровня масштаб только возраста до 13 лет. Уже 28 января стартует зона Европы. 16 команд, всего 150 участников мы принимаем. Это тоже очень высокий уровень. после нашей зоны это будут отбираться уже финалисты европейского теннисного тура, который будет играться в Европе. Организаторы турнира также отметили высокий профессионализм всех участников турнира и выразили благодарность всем спортсменам, которые смогли приехать, чтобы побороться за победу. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком галерея Норвегенской. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok